Рыбы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на неделю в период с 11 по 17 сентября 2023 года. Мы с вами посмотрим и проанализируем цепочку предстоящих событий, а также сделаем акцент на том, что вам необходимо запланировать, чтобы эта неделя прошла для вас максимально продуктивно. Помогут нам сегодня в этом парные колоды от Патрика Валензы. Будем с ними взаимодействовать. Колоды перед вами для тех, кто интересуется или практикует сам. Ну а мы с вами приступаем. Общая энергия недели, предостережения и рекомендации. Что же у вас здесь? Итак, смерть, жрец и шестерка мечей. Дно колоды здесь у нас повешены. Это попытки сдвинуть ситуацию с мертвой точки. И для каждого они будут своеобразными. То есть для кого-то это решить вопросы, связанные с обучением. То есть это может быть переход в новый вуз, в новую школу, или к новому педагогу, к новому тренеру, может быть даже к новому врачу. Жрец тоже об этом говорит. То есть здесь как поменять ситуацию, поменять статус, поменять наставника, назову так. Опять же, если вы сами преподаете, то вы можете изменить концепцию, подход или формат вашего обучения, который вы предлагаете вашим слушателям, вашим абитуриентам, вашим студентам. Еще такой ключевой момент. И для кого-то здесь может идти изменение вопросов религии. То есть вы можете сменить конфессию, веру, вероисповедание в целом. У кого-то это может быть связано с браком, у кого-то это может быть обусловлено не только с вашим зовом души, но и как следствие с культурными особенностями той страны, в которую вы переезжаете. То есть здесь как подстраиваться, адаптироваться под новые изменения, культуру, нормы, ГОСТы, правила, традиции, законы. То есть и все это впитывает в себя как губка. Опять же, карты еще указывают, что если у вас вдруг длительный период болел пожилой родственник, то здесь идут вопросы улучшения его состояния здоровья. Почему? Потому что у нас после аркана смерти идет карта жреца. Это все-таки вопросы выздоровления и восстановления. Поэтому здесь карты идут со знаком плюс. Смотрим эту триаду карт с точки зрения личной жизни. Анализируем ситуацию для тех, кто у нас свободен. И здесь по аркану солнца после периода застоя там может идти знакомство с человеком. Знакомство может быть как на расстоянии, так и в поездке. Но знаете, это как ваш брат-близнец, как полное ваше зеркальное отражение. С одной стороны, вас это очень сильно будет раздражать. С другой стороны, это вас будет учить. Потому что человек вас будет зеркалить такими же поступками, отношением, поведением. И здесь будет глобальная работа над самим собой. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас состоит в любовных треугольниках, то по императору здесь кто-то будет подводить ситуацию к изменению. По принципу я хочу трансформации, я хочу официального брака. Потому что девятка, чаши-то просто были в любовных отношениях, а теперь хочется эти отношения узаконить. Поэтому будете, так сказать, бить на это и активно проталкивать эту позицию, этот вопрос. Если анализировать ситуацию для тех, кто у нас состоит в стабильных союзах, то по аркану дурак. Новый цикл, новое начало. И у большинства это будет связано и с вопросами переезда, эмиграции, смены места жительства и, в принципе, с новым статусом. Потому что если вы встречались, там могут быть перспективы и желание съехаться. Для кого-то желание узаконить отношения, у кого-то может быть даже потребность обвенчаться. Ну а в целом это как новый этап, новый цикл. Совместно достигать цели, поставленных задач, реализации планов. Если для вас глобальным вопросом был вопрос зачатия детей в рамках этой недели, работать над этим процессом, и у вас есть великие шансы, что этот вопрос увенчается успехом в целом. Если смотреть эти карты с точки зрения работы и заработка и анализировать ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Восьмерка жезлов. Это попытки получать какие-то навыки, образование, дистанционно. Если у вас, допустим, нет такового опыта, то что поспособствует вашему заработку. Ну а у тех, у кого такие навыки есть, кто может выступать в качестве наставника, педагога, коуча, оратора, тренера, то у вас здесь действительно будет активный период заработка после ситуации застоя. Если вы у нас являетесь соискателем, то по королю монет, это с подачи представителя земной стихии, телец, дева или козерог, вам помогут трудоустроиться, потому что жрец и шестерка мечей, это уже в принципе как вопрос о стажировке. Если смотреть ситуацию для тех, кто у нас является наемным сотрудником, по двойке монет, это совмещать прекрасно с полезным. То есть вы можете и работать, и за счет предприятия, и его ресурсов обучаться. То есть может быть еще внеплановая командировка, связанная с обучением. Но это все то, что повлияет впоследствии на рост ваших доходов, на карьерные возможности. Если вы у нас владелец собственного бизнеса, то по шестерке жезлов это победа, это расширение, это новые возможности, это привлечение бизнес-инструктора или аудитора, который сделает анализ вашего бизнеса и качество работы вашего персонала, если таковой есть у вашей ниши. Ну и посмотрит, какие у вас есть уязвимые точки, как их искоренить, как исправить ситуацию. То есть это все то, что повлияет на развитие вашего дела. По состоянию здоровья. Давайте смотреть, что же здесь. По состоянию здоровья четверка монет. Это сохранение стабильности, структуры и целостности вашего состояния здоровья. В первую очередь, это вопросы иммунитета. И если есть какие-то хронические заболевания, это своевременное обследование, ну и как следствие прием препаратов по рекомендации врача, который позволит вам сохранить стабильность. Смотрим на предостережение недели. У нас здесь ложится жрица, королева чаш и паж мечей. Но здесь такая большая позиция, доверяй, но проверяй. Это как акцент. Не раскрывать кому-то излишней душу, не делиться самым сокровенным, даже если это ваши там лучшие друзья или подруги, может быть даже родственники. Если есть какие-то нерешенные вопросы или проблемы, которые вы не можете высказать окружению, это как рекомендация обратиться к психологу с целью проработки тех либо иных проблем, ситуаций или вопросов, которые вас тревожат. Ну а в целом у некоторых из вас это может быть потребность погрузиться в вопросы эзотерики с целью поиска ответов на свои вопросы. То есть вы можете как изучать самостоятельно какие-либо материалы, так и, допустим, обратиться к практику за помощью, за консультацией. Ну а в целом здесь будут попытки проверить искренность и отношение к вам женщины водной стихии, рак, скорпион или рыбы, понять, какие мотивы, какие чувства, какие планы в отношении вас. То есть даже если это подруга, родственница, для кого-то может быть вторая половина. То есть какой потенциал, какой мотив у человека оставаться в союзе с вами. То есть чего он хочет от взаимоотношений и партнерства с вами. И стоит ли это взаимодействие продолжать. Смотрим с вами рекомендации по картам. Падает Аркан Маг. Все вам подвластно, все по плечу. Но еще такая рекомендация, поскольку здесь у нас изображена карта Шулера, в рамках этой недели будьте бдительны, в особенности с какими-либо вложениями, особенно если они крупные. То есть не спешите, перепроверяйте все по несколько раз, чтобы не попасться в лапы мошенникам. Ну и любой договор, любой, знаете, как любую информацию в рамках этого периода перепроверяйте. В особенности, если вы идете в какой-то вуз или какому-то тренеру, наставнику, соберите максимум информации, чтобы не было потом ситуации ожидания реальности. Потому что по Аркану Маг человек может не являться экспертом, а выдает себя за того, коим не является по факту. Поэтому здесь, пожалуйста, будьте бдительны. Смотрим с вами неожиданность периода. Что у нас здесь? Ну, здесь, как показывают карты, совместные усилия, они дадут свои плоды. У кого-то реструктуризация, может быть восстановление в вузе после длительного периода академии отпуска. У кого-то в целом, знаете, как вопрос перерождения, трансформации, переход в новую систему, в новый вуз, в новое заведение по рекомендации и командная работа. Почему я говорю, что именно в таком ключе? Потому что одну колоду у вас ложится здесь гарпия, то есть вы будете недовольны предыдущими результатами, которые у вас имели место быть. Поэтому захочется здесь преобразований, которые дадут вам тот результат, к которому вы стремились. Плюс это вот карта котел, ведьмин котел. Она показывает на ситуацию, что это желание быть принадлежным какому-то, не то чтобы высшему обществу, как к узкому кругу тех либо иных специалистов и быть лучшим в своей нише. К этому вы будете стремиться и у вас это безусловно получится. Я вам этого искренне от всей души желаю. Поэтому так, мои хорошие, напишите, как для вас отыграется эта информация, как в принципе для вас пройдет неделя. Мне действительно будет важно вас почитать, как резонируют с вами арканы. Благодарю каждого из вас за ваши лайки, ваши донаты, комментарии, за ваши подписки. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно это сделайте и вы будете в курсе всех видео, которые меняют вашу жизнь в лучшую сторону.